приветствую всех с вами снова лев в этом видео я покажу запись которую сделал сегодня посетил семинар здоровье сберегающей технологии уверен многим будет эта информация очень полезна приятного просмотра соответственно кто-то говорит что это немножко культурное животное фактически нету разницы тогда пожалуйста животное мы будем брейсировать рамки ставить до бесконечно если мы понимаем что это субъект который творит вокруг себя то есть мы рождены чтобы здесь практически что-то сотворить и какой-то результат у нас будет от этого совершенно другие подходы нужно воспитывать волю творческий потенциал расширять и значит чтобы это все было так скажем гармонично и по совести в ладу с обществом и так далее владимир иванович дарь что об этом писал у него четыре типа человек человек плотский не отличим от животного да вот человек чувственный как раз закон гражданский признает значит в искус подать то есть искушение его завлекает и он туда идет человек духовный в искусе побеждает то есть волевым усилием преодолевает то что его может свести с его пути а человек благодатный и он презирает искушение пушинский что говорит по поводу человек он говорит что человек это тот кто живет всегда и поступает по то есть соответственно если девушка хочет воспитывать человека во всех отношениях то она должна его узнать во всех отношениях а узнать это в том числе и ответить на вопрос хотя бы на себя что такое человек если мы обратимся к курсом психологии главная задача личности это адаптация к внешней среде ну как же это на лекции стою спрашивают а как же творчество и преобразование окружающего мира мне говорят а это видите ли наивысшая степень адаптация то есть уже вот у профессоров там что-то идет не то это доктор там профессор вот дальше на что еще будем опираться Игорь Михайлович Сеченов мысли начинаются на мышце и заканчиваются на мышце все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится лишь к одному явлению мышечного движения Лезгов двигательная активность в раннем возрасте это важнейший способ познания мира а также условия формирования основных структур и функций организма определяющих его здоровье, физическую и умственную работоспособность и жизнедеятельность у нас как в школе сидим ум свой прокачиваем а потом в рот физкультуры как бы тела что на это лезло говорит умственное и физическое воспитание должны идти параллельно не раздельно то есть в буквальном смысле параллельно вот жаль что наши педагоги его не буквально поняли иначе мы нарушим правильный ход развития в тех органах которые останутся без упражнений что и сейчас происходит ну культура наша к чему нас располагает пожалуйста родился ребенок запеленали он терпеть не может классно вообще засыпает сон защитная реакция коляски детский садик стульчики стульчики работа дом вуз на машине сидя ну и в общем в итоге у нас гиподинамия или по-русски недостаток движения или вообще обездвиженность замечательный сейчас режим взять среднего горожания Москва Питер что-то не знаю проснулся по квартире походил позавтракал спустился на лифте сел в машину доехал прошел 20 метров отучился или отработал опять пешком до машины сел доехал поел там в магазин походил все какое вид движения никакое с учениками на примере моей прабабушки в итоге получилось что процентов 90 по принципу не сидит она двигалась в день вот то есть приседали только поездом или вот так с банником попаясь что у нас происходит в школе это еще советский вариант такая вот фотография характерная вот эта поза она если вы зайдете в любую школу сейчас и просто вот любой класс сфотографируете вот примерно все будет то же самое сразу проговорю да расстояние от кончика пищевого предмета до глаза обратно пропорционально стрессу который получает в это время ребенок стресс что такое в середине 20 века гонселье определил написал такую фразу что вне зависимости от того что вызывает стресс статическое мышечное напряжение или отравление ядами физиологическая реакция будет одинакова то есть отравление ядами и статическое мышечное напряжение видите как свернуться рука напряжена ну и все остальное то есть статическое мышечное напряжение приводит к стрессу это надо четко для себя знать и реакция такая же как и отравление ну вот тут уже постарше вариантов здесь сон защитная реакция вот что нам пишет Минздрав в Советском Союзе еще вот такая аномальная поза она угнетает деятельность не только важнейших функциональных систем организма но и всю ее регуляторную сферу ну что такое регуляторная сфера человек не может в достаточном мере контролировать свои вообще свои поступки то есть вот посидел в такой позе действительно у него самоконтроль ухудшается у ребенка ну что как мы это видим проходит 15 минут от урока мальчики как правило начинают шутаться там крутиться ручки начинают летать по классу ну и много всяких других приключений происходит какие последствия чем выраженнее эта поза чем более устойчиво и напряженная тем выраженнее формы патологии такие как нарушение осанки близорукость психически ну и дальше поехали по списку это что такое откуда выдержки это наверное знаете кто про методику базарного как бы так методика базарного методика базарного она называется в варианте методических рекомендаций Минздрава РСФСР массовая первичная профилактика школьных форм патологии то есть близорукость вся речь сосудистые заболевания нервно-психические нарушения это школьные формы патологии это так определяли вообще говоря в Советском Союзе какие сейчас данные 2006 год президент РАН наслил здорово пускай 2015 год более 50 процентов имеют такие заболевания которые могут поместить бесплодию более 60 процентов бесплодных браков в стране это уже 7 лет назад сейчас еще похоже на нервно-психические отклонения 70 процентов от общего числа участников выпускники школ это уже 80 процентов это тоже на тот год 2015 или 2016 ну и откровение да к сожалению сегодня школа это фактор разрушающий здоровье детей те программы которые сегодня приняты в школах в буквальном смысле калечит ребенок а вот базарное что такое здоровье это резервы сил иммунных защитных физических и духовных они не даются изначально а взращиваются по законам воспитания наукой воспитания является педагогикой то есть здоровье оно от воспитания все мы с вами видели такую картиночку красивую вопрос вот какое отношение к реальности имеет в форме то есть может так ребенок на уроке сидеть видели хоть одного ребенка который пишет контрольную работу и вот так сидит первые пять минут двадцать секунд даже пять секунд пять секунд все понимаете да сколько точек держит ребенок сколько точек опоры сейчас четыре стопы значит попа спинка и столешница ну если две руки две ноги то шесть получается как в такой позе это же как бы физика сила третья это все держит ребенка что он может делать в такой ситуации он может лечь на парку может сползти вниз может ногами поболтать может вправо влево немножко покрутиться прилечь ну что и происходит на уроке в день моряки делать теряется да внимание про самый контроль вот например что там написано в методических рекомендациях что ухудшается самоконтроль и начинаются непроизвольные действия вот соответственно где подвох кстати вот почему так не сидят бить неудобно неудобно через некоторое время а почему нет это мгновенно практически неудобно 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 очень просто мы с вами когда что-то читаем держим вот так 90 градусов когда это что-то лежит на столе у нас мы видим трапецию трапециевидность что-то скомпенсировать один из факторов того что ребенок нагибается и клюет носом это прямые столы парт в школе сейчас нет их называют партами потому что чтобы сэкономить деньги бюджет потому что в приказе министерства просвещения прописаны парты там нет парт ни одного там столы вот соответственно один из факторов который заставляет нагибаться ребенка и нарушать вот такое положение это как раз прямые столы как боролись все раньше упор кальмана был разработан в середине 20 века ну да осанка была хорошая потом у детей но что происходило деформация лицевой части черепа через два года да в буквальном смысле вот этот упор делал вмятины будто ну и это индийский вариант вот это китайский вариант но вот эти так называемые антинаклоняторы которые даже на алиэкспрессе производятся сейчас масса очень распространены в китайских школах что к большому сожалению тоже калечит в буквальном смысле этих детей хотя казалось бы нужно наклонить проявленность вот а что было у нас в 19 веке вот или в начале 20 веке или в начале 20 веке при российской империи нижегородской нижегородской дворянской собрании петицию и если почитать статистику примерно полтора диагноза на ребенка уже тогда после школы то есть мы спрашиваем людей от чего сдается здоровье там начинается экология там питание еще там что-то где-то как-то вот 19 век экология гораздо лучше чем сейчас питание все очень хорошее обучение тем более но тем не менее результаты не очень хорошее обучение это да что пишет доктор Замирот что страшно взглянуть на ребенка который идет в школу почему потому что выпускница 14-летняя девушка раньше была настоящей невестой а сейчас худенькая с тонкими ушками ножками таковы же и мальчики ну вот этой проблемой у нас в стране занялся Федор Федорович Эрисман и разработал соответственно парту Эрисмана видите да была она таким образом сконструирована что ребенку просто тяжело было сутулиться то есть его грубо говоря так зажимали что он сидел прямо да на самку это хорошо влияло но динамика все равно была негативная почему дальше ну все равно видите парту Эрисмана и головы маленько склоняются соответственно соответственно перед вами данные как работает головной мозг после спокойного сидения и после стояния после 20-минутной прогулки активность увеличивается после прогулки в 5 раз почему рассмотрим лягу что у нас происходит на уроке письменный столб трапеции видные искажения ребенок нагибается учитель всех на супульсе вася потом учителя уже покраиваются потому что не дают восстановиться вообще не следят за осанкой потому что считают что это бесполезно вот вот хотя вот казалось бы выход простой партой конторта да если вы подставите своего ребенка просто на наклонную поверхность вы сразу увидите что он будет нормально выглядеть в профиль да осаночка будет значительно равнена ровно ну вот пожалуйста контора слева мы видим места рабочего состояния с возможностью постоять посидеть вот конторку Александра Сергеевича Пушкина в его комнате соответственно то же самое Александр Сергеевич сделал уроки стоя дальше переходим это у нас Владимир Филиппович Базаров он врач-кирок октальмолог сделал 6000 операций многим мирового уровня вот когда он пришел работать оперировать в Красноярске он делал операции два-три раза в неделю вот соответственно ну делал как бы и делал занимался научной деятельностью что-то произошло как потом оказалось это совпало с нашей школьной реформой он стал делать операции два-три раза в день то есть пять раз увеличился поток детей хотя казалось ну на уровне школы даже района это незаметно вот а Красноярск большой город там уже там уже все гораздо заметнее когда в одно место все дети по этому профилю стекаются соответственно он закончил оперировать ушел в науку и начал все исследовать он понял что в школе что-то произошло первый один из первых опытов это английский интернат для детей с нарушением упорно-двигательного аппарата как там происходила учеба дети лежали еще Владимир Лебеш пришел значит одного ребенка поставил второй рядом лежит соответственно за начальную школу 90-95 процентов от диагноза воспалился диагноз в опыту двигателя над искривлением позвоночника из этой категории детей выделили итак первый опыт показал себя очень хорошо ну а дальше рассмотрим мы с вами по оценкам специалистов зарубежных отечественных от чего же все-таки зависит здоровье у нас ну вот от окружающей среды и питания 25 процентов генетика 15 хотя некоторые пишут что здоровье что генетика и 3 процента и 1 процент 10 процентов от службы здравоохранения 10 процентов всего зависит ну то есть мы как бы идем в поликлинику за здоровьем посоветуйте нам только что-нибудь а вот получается что это всего 10 процентов и от образа жизни на 50 процентов ну мы были у Чистякова Дмитрия Александровича вашего заместителя главы администрации нам вручили такую брошюру под министерство посвящения лучшие муниципальные практики по здоровью дорожению угадайте какие из этих пунктов были посвящены эти практики или каким у вас взгляд какие питание правильно здравоохранение 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 отлично правильно все то есть фактически наше министерство просвещения считает что нужно воздействовать только вот сюда и вот сюда то есть там показывали как дети хорошо кормятся как они моют руки какие у них там фрукты в столовой значит какие как быстро скоро приезжают по вызову понимаете да соответственно на тему образ жизни и море вообще ничего абсолютно ну и вот рабочий день представлен уже в диаграмме где маленькая часть оранжевыми когда человек двигается по принципу не сидит то есть ходит хотя бы официальные данные как видны исследовались четыре московские школы с 2015 по ой с 2004 по 2015 год соответственно одни и те же дети с первого до одиннадцатого класса в первом классе 4,5% здоровых детей в четвертом ой в одиннадцатом классе ноль это не около нуля где-то примерно там это среди четырех московских школ ни одного здорового ребенка вообще то есть там при родителе секции спортивные и так далее и так далее кстати вы можете заметить одну особенность уже на первый класс это четыре с лишним раза уменьшилось количество здоровых детей по меркам современной медицины только за первый класс дальше там были уже вариации плавания соответственно в первом классе нет четвертой группы здоровья а в двенадцатом классе уже 4,6% и четвертая группа здоровья это каждая ребенка постоянно беспокоен какие последствия пожалуйста весь спектр болезней сердечно-сосудистые каждый двадцатый инфаркт инсульт школьный половина умирает половина из половины оставшиеся становятся инвалидами половина 25% то есть вроде ничего значит нервно-психические нарушения 60-70% после первого класса уже имеют нарушение оцанки сколиоз вот сейчас после детского сада 100% в Москве Московская область органы дыхания всем понятно вот у нас два класса было в начальной школе базарного сейчас больше вот приехали мы год назад там никто не болел понимаете в соседних классах до 20% было выше вот соответственно пищеварение понятно там когда мы сидим желчный пруток перегибается и панкреатический значит репродуктивная система уже понятно тоже высказывание сейчас 60% бесклодных браков ну вот плоскостопие в армии не просто так берут это недоразвитая стопа которая не может нести нагрузки и не чувствует земную поверхность и это напрямую влияет на координацию а координация это вообще база всего то есть вестибулярка она в основе всего развития почему потому что она развивается до того как ребенок даже говорит начиная то есть это такой тоже интегральный показатель близкостопия соответственно из истории еще немножечко Фазар на этим занялся в конце 70-х в 80-е года в 86-м году он сделал доклад на котором его методика была признана научным открытием Советского Союза и дальше выпустили приказ с пилотными регионами по внедрению этой методики уже в образовательные организации по Советскому Союзу Дальше была экспертиза тремя институтами в 89-м году вышли методические рекомендации Минздрава РСФСР которые по какой-то не знаю ну вот делали сейчас регуляторную гильотину в 20-м году и прекратили как бы действовать вот этих рекомендаций советских но они действуют потому что заключение вот это до сих пор на них вот то есть экспертиза была проведена вот затем отдали под республику коми как под эксперимент это все там к концу школы 90-95% здоровых детей выпускалось в 90-е годы и в 2001 году тоже проходила повторная экспертиза тремя институтами выпущено вот такое семитарное заключение после этого который подтверждает что режим обучения вот такой он абсолютно законно умерли детям ну вот исполнители академик баранов ну и в общем что дальше происходит в 2011 году президент в Акасии побывал после трагедии национальной Шушинской ГЭС вот говорят что спросил губернатора почему не все школы такие в следующем году и сдал указ о стратегии действий интересных детей на 2012-2017 годы вот которые кстати вот чиновники мы пишем ответы действуют она или нет действуют вот нам ответы что она не действует нет то есть заходишь в базу консультант плюс там она указ президента действующий что там там здоровье сберегающей технологии в каждой школе каждая образовательная организация то есть по идее вузы техникумы водительские курсы там все должно быть по федеральному закону о санэпид благополучии населения статья 28 вторая часть все методики должны иметь санитарные заключения санитарные заключения есть только в методике базарного на прямые столы на то что вот шариковые рубочки вот это все 45 секундомер там фонетика там и прочее много всего то значит нет ничего никаких заключений сейчас фактически школа вообще незаконно работает и чиновники в ответах на прямой вопрос они просто игнорируют вот этот вопрос со статьей 28 просто игнорируют это видимо надо в суд идти или что-то там как бы оказывать это нормально получать вот соответственно после указа Белгородская область взяла что называется взялась серьезно за это и в Белгороде то есть в 350 школах методику поставили издали свои региональные методические рекомендации по диагностике то есть там это все были меняют в Азербайджане это президентская программа вот ну и так по регионам России разное количество школ практически в каждом регионе есть вот это Каминогорск город Ленинградской области где начали применять эту методику и провели исследование небольшое два медосмотра в первом и четвертом классе соответственно первый класс оборудован по методике базарного по максимуму это потолочные тренажеры бегущие огоньки на плафон по углам парты конторки там массажные коврики еще всякие иметочки ну там дальше я про элементы расскажу второй класс только парты конторки фактически то есть частично оборудованы и третий класс им добавили физкультуру учитель с ними занимался на переменах делал физкультминутки какие же результаты а и добавили уроки физкультуры еще какие результаты когда учитель не напрягается просто у него вот эти все элементы есть в классе уменьшение на 55 процентов было 15 больных детей осталось два во втором классе частичное применение тоже учитель особо там ничего сверхестественного не делал было 10 человек больных осталось трое и физкультура как бы дает вот то есть если действительно физкультурой не занимались было бы ухудшением всего 16 процентов эфир что еще очень интересно в этом исследовании что физический показатель в два раза лучше в классе где есть методика базарного иногда нет столько физкультуры то есть ну об этом далее почему и как ну и в 2005 году в пассе выступал базарным он там кстати как эксперт числился и работал это пошло по миру в США школ детский сад ну и Брюс Гугл Apple корпорации поставили своих программистов вот в Швейцарии закон по которому ну у меня знакомый там есть товарищ если ты покупаешь себе стоящее рабочее место тебе полностью работодатель компенсирует эти расходы из бюджета вот соответственно в Израиле страховка медицинская в три раза дешевле если у тебя стоящее рабочее место в общем так какие есть вопросы по вам для части скажите пожалуйста а как долго дети стоят потому что вот это ортостатическое напряжение никто не отменял я например не могу стоять долго хорошо хороший вопрос замечательный вот его везде задают смотрите надо вот четко понимать если ребенок стоять не может то у него что-то не так с системой кровообращения у многих так детей сейчас нет я не подожду я не спорю вот соответственно здесь какой вариант под таких детей прописаны методики 3-5 минут стоит 3-5 минут сидит меня это так не станет но то что уж 5 минут ребенок не может устоять а вот насколько длинный если они периодически туда-сюда туда-сюда на уроке в первом классе 10 минут они меняются это по стандартам нет я имею ввиду сам длительность урок они же рассредотачиваются кто рассредотачивает он с этой партой за эту селу это занимает 10 секунд это никак не влияет на уроки это происходит переуход первые две недели вот у нас ликшургоги значит гимназия там Наталья Геннадьевна Вахрушева если надо дам контакт сходите напишите ей в контакте как у вас там проблемы с концентрацией внимания она вам все ответит прекрасно я вам тоже могу ответить у меня сын очень сильный дочь в первом классе они вообще пишут только стоят то есть до этого у них студии вообще не было там скамейки были по бокам только что из Казани дети есть которые хотят стоять постоянно вот просто надо понимать что если тянет это значит сосуды немножечко забиты каждый физкультурник знает что минимальная нормальная разминка это 40 минут почему потому что свежей кровью прогнав через весь организм за 40 минут вот эти тромбики они более-менее растворяются и организм готов испытывать нагрузку соответственно если мы выделим светящий образ жизни перекрываем кровоток здесь а системы кровообращения я буду дальше ну в общем перекрываем кровоток то мы увеличим количество тромбов мы не улучшаем ситуацию да стоять тянет ноги и так далее но это тоже не статическое положение это одна точка опоры а не 4 как при сидении понимаете и большей степени свободы в детей согласен с вами в том что нужно движение вообще строить учебный процесс но пока у нас система работает да есть законодательный опыт то что вы говорите да основывается на какой базе законодательной на республике коми то что там было в 90-е годы для русской области они сейчас официально у них есть методические рекомендации у меня тоже они где-то есть скачены если надо я потом найду перешлю напишите мне да Игорь Андреевич вы сказали что вот это движение уже пошло в мир назовем так конторские работники да раньше такое выражение было даже соответственно вопрос как давно это пошло движение и получается ли так что мы просто мы планете все дураки что отошли от старых вот этих вот принципов от конторского работника или это все-таки похоже больше на какую-то диверсию ну не знаю группы может быть вопросы да то есть меня интересует как давно стали применяться эти практики вот широкомасштабных у меня ну слушайте дети по-моему бегали всегда вот это первое да то есть что ребенок это существо ручье и бегающее как бы особенно мальчики да это должно быть понятно любому здравому родителю если ребенок не набегался по лужам не нападался там не набился на гусеники там и так далее и во всех местах остальных то он незрелый просто вот соответственно а по поводу откуда это движение пошло ну слушайте некрасов там видели все мы знаем писатели сейчас они работали за конторками раньше и это как бы царско-сельском лицее да там были сидячие парты но там 3 часа в день это обязательно в любую погоду прогулки фехтование плавание гребли там все остальное то есть только 8 часов 10 дней и нигде не было по факту вообще до того как вот эта вот школа массовая пришла она к нам кстати к западу к западу пришла если вы почитаете Яну вот этого Камецкого Эрмоса и Великая Дебактика там значит ну как раз всем по стабилечке всем значит дисциплина жесточайшая то есть ну как раньше были учителями отзирать его они смотрят что дети все еще являлись ничего иного не боялись ну то есть это вот именно от масонок да ну наверное оттуда все благодарю ответили а на какие еще регионы распространилась эта методика помимо благорословности или только там здесь у нас в Глазове было значит пятнадцатой школе там автально зрительный вестибулярный тренажер только были и кто там со слов моего коллега там был учитель значит сама у нее девочка пошла в первый класс она строилась учителем и к концу четвертого класса все сняли очки и она тоже и учитель тоже но там только эти элементы были а? на каком годе это было? это не знаю в 2000-е 90-е вот это не знаю у меня вот недавно там был ездил товарищ соответственно в Сарапуле пятнадцатая школа пятнадцатая гимназия раздельно-параллельное обучение там это древние традиции там старое здание балы там императорские там не знаю формы женско-мужская вот там вот этот элемент представлен здесь у нас Викшургоди значит Вахрушевым дали геннадий десятый год работает сейчас Дежевский нет? Дежевский мне неизвестно пока что А будет он постоянно что ли в конторке? Вы из класса много учили? В Викшургоди в гимназии там один класс он оборудован полностью да он в таком же варианте оборудован я вам сейчас представим назад вот он в таком такие же парты конторки там стоят вот но это у одного учителя и она и денег даже добилась так скажем мы ей вот это сделали она до этого с родителями сделала конторки задним рядом из фанеры там выпилили они и они даже по росту регулировались на потолке там тренажер я сама нарисовала там кресты у нее сенсорные висят вот в общем она им горит болеет понимаете? да очень вопрос все таки родители понимают что физическая активность она как бы ну и есть место да чтобы здоровье ребенка не использовался отдаются всякие спортивные секции этого никак не вывозят да ситуацию ну смотрите оно разрушает ситуацию но у нас товарищ он два-три часа ребенка на рекупашку водил каждый день но он решил померить здоровье позвоночника по оптическому топографу и в итоге все равно есть ухудшение самих можно мне немножко я читала что ребенок изначально совершает когда он маленький 50 тысяч шагов потом начинается плавное уменьшение и когда достигает вот этого критического ребенок болит сейчас нет вообще никаких шагов ну смотрите здесь не столько да спасибо я помню вопрос важнее не то сколько двигательной активности во время всего учебного дня самый вредоносный режим это когда мы везде сидим а потом вечером впахиваемся в спортзале это самый вредоносный потому что мы травмы накапливаем а потом даем резкую нагрузку понимаете да кстати бодибилдеры у них сердечная болезнь это подтверждение ваших следований поэтому критическое критическое время для первоклассника это 10 минут сидеть дальше начинаются деграционные процессы по исследованиям что нам говорят исследованиям если мы детей за время урока три раза на одну минуту поднимем это будет лучше чем мы в середине урока проведем полноценную физкульную минуту три раза просто поднять и в середине урока делать гимнастику поднять лучше еще какие вопросы ну давайте мы сделаем перерыв пока у взрослых занятия детишки играют здесь весело и звонко и шумно перерыв на черепитие и возможность познакомиться пообщаться соответственно мышцы расслабились кровь пошла в голову а дети у нас смотрят что всегда вместе большое спасибо присаживайтесь пожалуйста дальше там уже и крыльностные сосуды есть первый позвонок атланта есть у нас система так называемого родовстаножения вообще замечательный ах что же происходит когда ребенок рождается вверх или вбок я не знаю а не вниз его головку не помогает сила тяжести а помогают руки акушерки а ребенок наоборот тело его тянет вниз и вот как бы оно не было аккуратное воздействие практически 100% детей получают небольшое смещение первого позвонка к сожалению и он в этом положении застревает атлант атлант соответственно мышцы это они даже у взрослых людей кого я щупал у меня там массаж массажное образование есть вот они в действительности не такие симметричные которые между атлантом и черепом они разные одна толстая короткая вторая тонкая длинная ну наоборот бывает в общем они абсолютно разные это материалы из доклада в Совете Федерации в 2016 году по электромагнитной безопасности нормы здесь тоже старые насколько я помню ну вот нормы да 10 микроватт на сантиметр квадратной площади тела что это такое ну то есть квадратный сантиметр представляем себе и на эту площадь должна должно быть излучение не более 10 микроватт в Европе это норма в 100 раз больше то есть в 100 раз больше у них считается допустимая норма по излучению вот ну какие риски понятны это онкология онкология исследования что нам говорят контрольная группа у животных и с разной мощностью излучения при 900 МГц 900 МГц это одна из частот стандартных GSM соответственно мы видим статистически достоверное увеличение количество онкологии у животных на какой частоте работают эти наши устройства если мы откроем брошюрку да вот такую частотную диапазон рабочих ритмов наших структур организма то мы там увидим цитоскелет 10 восьмой это сотни мегагерц и ДНК наше от 2 до 9 мегагерц на какой частоте мобильные телефоны 900 МГц 1800 МГц 2100 2400 там Bluetooth Wi-Fi дальше там 2400 5000 короче все в области ДНК то есть частот ДНК что мы знаем из физики если излучатели приемника имеют одинаковую собственную частоту то в приемнике происходит резонанс соответственно нечего удивляться что у нас происходит мутация вот случайно это совпадение? не знаю это на ваше рассмотрение так скажем но факты нам говорят именно об этом вот соответственно при разговоре телефона телефон с какой мышцы излучает кто не знает примерно норма напоминает 10 микроватт на сантиметр квадратный телефон излучает у него антенна полтора-два ватта сто тысяч раз больше если мы на пол ну если сферу разделим по излучению половина уходит судьбы половина у нас должен муж при разговоре условно говоря но это не сто тысяч раз то есть у нас тысячи раз фактически при разговоре превышается вот эта норма допустимого самое страшное что я вижу иногда к сожалению это когда беременная мама ведет значит видеотрансляцию со своего живота простите вот и как бы ну или там видео какое-нибудь потоковое смотрит или еще что-то делает вот так да вот как это у ребенка и у взрослого у ребенка голова маленькая внизу и мощность поглощения 2-3 раза выше чем у взрослого то есть глубина поглощения мощность вот ну это данные собственно по неврологии или в полночь друг придет на помощь вот что значит настоящий верный друг провождаем раз можно снять два давай зарядка для глаз в офисе поклеить четыре пять спасибо за внимание надеюсь вам информация была интересной и полезной если так то ставьте палец вверх оставляйте ваши комментарии делитесь с друзьями в социальных сетях данное видео уверен это многим будет интересно что ж на этом видео завершаем спасибо за внимание всего доброго спасибо в жизни строгой какой идти дорогой куда по следу летом отправиться с утра иди за солнцем следом хоть этот путь не ведом иди мой друг всегда иди дорогой добра иди